Предисловие «Будьте опорой моей в проведении моих указаний, иначе как же осуществить план? Он предусмотрен во всех подробностях, и для каждого отрезка времени свои исполнители». Грани огнейоги, 1953 год. В преддверии исторической даты, столетия с того дня, когда землянам, по выражению Натальи Дмитриевны Спириной, была протянута рука помощи из высших миров, мы, сотрудники Сибирского Рериховского общества, посылаем ей нашу великую, трудновыразимую словами благодарность за всё, что она сделала и для нас, и для мира в целом. Жизнь Натальи Дмитриевны охватывала и земной план бытия, и высокие духовные сферы, бывшие частью её сознательного существования. Её обращение к архистратегу Михаилу, открыто прозвучавшее на круглом столе Сибро в ноябре 2000 года, стало нашим ежедневным призывом к силам высшим о помощи в том деле, которое она доверила и оставила нам. Обозначив основные вехи деятельности Натальи Дмитриевны, скажем о том, что она заложила в основании, на котором строит свою деятельность Сибирское Рериховское общество, созданное ею организацией. 15 лет назад Наталья Дмитриевна покинула земной план. За эти годы о ней сказано многое. В издательстве Сибро в семи томах изданы её труды, переиздаются стихи, выходят тематические подборки, публикуются воспоминания сотрудников, в которых говорится о её жизненном подвиге, поэтическом творчестве, о несломимой преданности своему земному учителю и учению. Но сколько бы мы ни говорили о нашем руководителе, всегда останется ощущение неполноты сказанного. Можно долго перечислять сделанное ею на земном плане, но оценить её работу на плане духовном невозможно. Это можно лишь сердцем почувствовать. Всё больше становится тех, кто, познакомившись с творчеством Натальи Дмитриевны, стал понимать значимость её деятельности в важнейший исторический период, когда в стране началось возрождение имени Николая Константиновича Рериха. В этом процессе роль и значение столицы Сибири огромны. Начало было положено 27 сентября 1960 года, когда в Новосибирской областной картинной галерее открылась выставка из 60 полотен мастера, переданных Юрием Николаевичем Рерихом нам. В Москву получать картины ездил директор картинной галереи Токарев. Как писала газета «Вечерний Новосибирск», от сына художника Токарев узнал, что в завещании, оставленном отцом, было сказано, часть работ передать городу, находящемуся близко к горному Алтаю. Таким городом стал наш Новосибирск. Заметим, это, наверное, тоже важно, что с того времени в Новосибирске государственный художественный музей, так в настоящее время называется картинная галерея, является единственным музеем в стране, где все картины Рериха, имеющиеся в его фондах, находятся в постоянной экспозиции. На открытии выставки 27 сентября 1960 года Наталья Дмитриевна была вместе с Борисом Николаевичем Абрамовым. Ее публичная деятельность по ознакомлению людей с творчеством Рериха началась в 1973 году, когда в Думе ученых Академгородка она стала проводить экскурсии по выставке произведений Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. Она же – бессменный экскурсовод на двух следующих выставках Рерихов, прошедших в Новосибирске через два года. Вспоминая о то время, Наталья Дмитриевна рассказывала, «А начинать ли мы?» До нас никто не начинал. Я была совершенно одна до 1975 года. Важен был энергетический импульс, который был у меня, а до меня – у Бориса Николаевича, который приехал сюда, как и я, по указанию. Нам было указано ехать, вы там нужны. Сначала он здесь все создавал, он же в Новосибирске целый год жил. Интенсивность деятельности, начавшейся в 1970-е годы, в последующие десятилетия, непрерывно нарастала. Поражает объем, сделанного Натальей Дмитриевной, для того, чтобы имя Рериха стало тождественным понятию «культура» именно в том значении этого слова, который вкладывал в него Николай Константинович. Единственного, что преобразит жизнь и будет служить ее эволюции. Восторженно был принят аудиторией первый большой проект, который она осуществляет совместно с ее верным помощником Евгением Паладьевичем Маточкиным, слайд-композиция «Образы Рериха». По сценарию, разработанному Натальей Дмитриевной, помимо показа слайдов с картин художника, в музыкальном сопровождении читались его стихи и проза. С годами увеличивается количество программ, составителем и ведущей которых была Наталья Дмитриевна. Она участвует в съемках новосибирского телевидения, готовившего передачу о Рерихе, публикует статьи в печати, переводит с английского сборник статей о Святославе Рерихе, изданный в Бангалоре, поскольку материалов о Святославе Николаевиче на тот момент не было, а надо было знакомить людей и с его творчеством. Выступления Натальи Дмитриевны проходят далеко за пределами Сибири. Так, в 1978 году лекции о творчестве Святослава Рериха Наталья Дмитриевна читает в Узбекистане, в Ташкентской школе имени Шастре, с индийским уклоном, на восточном отделении Ташкентского университета, в университете Самарканда. Она дает интервью Московской радиостанции «Родина», в котором говорит, мы все, кто занимается Рерихом, понимаем, что он не только наш современник, но он наше будущее, что мы еще изучать и изучать его будем, и что он предвидел очень многое такое, к чему мы сейчас только подходим. С докладами о Рерихе она выступает в Москве, в Обществе охраны памятников, в Свердловском научно-исследовательском институте организации производства и экономики, в Каунасе, Таллине и других местах. Так расширялась аудитория, приобщавшаяся к творчеству Рерихов. Наталья Дмитриевна готовит доклады и иной тематики. Она знакомит слушателей с творчеством Микеланджело, поэзией Александра Блока, говорит о значении битвы и победы на поле Куликовом, о Сергии Радонежском. И, конечно же, какую бы тему она ни освещала, все подавалось в русле учения. Для того резонанса, какой имели выступления Натальи Дмитриевны, необходимо было иметь не только соответствующие знания по освещаемому вопросу. Аудитория мгновенно чувствовала всю глубину ее эрудиции, богатство внутреннего мира, уровень культуры. Особо значимым для рериховского движения страны был 1989 год, когда в Доме ученых Сибирского отделения Академии наук СССР состоялась первая в нашей стране общественная конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения Елены Ивановны Рерих. Здесь впервые открыто говорилось об учении живой этики. В приветственном слове к участникам конференции Наталья Дмитриевна сказала, «Занимаясь много лет изучением этого духовного богатства, я не надеялась дожить до такого момента, когда открыто будет обсуждаться этот кладезь духовной мудрости, который доселе изучался индивидуально, без всякой огласки». К тому времени вокруг Натальи Дмитриевны объединились те, кто был готов посвятить себя и культурной деятельности, и духовной работе. И в 1990 году в столице Сибири по новосибирскому радио начинают транслироваться два больших цикла радиопередач, «Беседы о живой этике», а затем «Светы Чемира», подготовленные Натальей Дмитриевной совместно с сотрудниками. До настоящего времени в музей приходят люди, которые помнят эти передачи и рассказывают о впечатлении, которое они произвели на них 30 лет назад. Наталья Дмитриевна выступает по новосибирскому телевидению, рассказывает об учении живой этики и отвечает на вопросы телезрителей. Эти материалы освещаются и в прессе города. Так год за годом пространство Сибири напитывалось идеями учения. Здесь уже было сказано, что начиная с 1976 года в Новосибирске на базе Сибирского отделения Академии наук стали проводиться рериховские чтения, ознаменовавшие новый этап в развитии рериховского движения. Ряд академиков-сибиряков в интервью, публикациях, выступлениях дали высокую оценку явлений рерихов и их роли в мировой культуре. Они участвуют в организации и работе всесоюзных рериховских чтений, которые со временем приобретают статус международных. И ученые, и участники чтений, среди которых были и Павел Федорович Беликов, и Евгений Павлович Маточкин, и Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, и Леопольд Романович Цесюлевич, Гунте и Илзе, Рудзете, говорят о рерихе археологи, художники, мыслители, путешественники, ученые. О философской части наследия рерихов сибирскими учеными впервые было сказано в 1997 году на пятых международных рериховских чтениях. Они прошли под девизом «Влечет к себе Сибирь великая, здесь будет оплот эволюции». Тогда же прозвучал доклад Натальи Дмитриевны «Учение жизни», в котором раскрывались основные положения учения. И в завершающий день работы этой конференции она сказала, эти чтения хотелось бы назвать не только пятыми, но и первыми, потому что на тех чтениях мы еще не говорили о живой этике, а на этих мы уже можем об этом говорить. И это прекрасно, и это очень радостно. Это знаменует наступление новой эпохи, эпохи матери мира. Приведем свидетельство участника этих форумов, заслуженного художника Российской Федерации, известного рериховеда и общественного деятеля Леопольда Романовича Цесюлевича. «Штаб организации рериховских чтений» – это есть формула и образное выражение роли Натальи Дмитриевны в этом деле. Она сама создала штаб, сама воспитала людей, сама их цели направила. «Решения принимались коллективно, и здесь идея чтений обретала плоть. Сюда стекались все сведения, здесь была видна, как в военном штабе, вся картина хода подготовки. Важна была победа, одна на всех». То, что исходило от Натальи Дмитриевны, сложно передать словами. Свет ее духа незримо излучался на окружающих и на все пространство, проникая в души тех, кто мог его воспринять. В московском издании «Молодежный диалог» в марте 1991 года вышла статья журналистки Светланы Пономаренко. Она называлась «Светоч». В ней сказано «Град записок из самой широковозрастной аудитории обрушивается на круглый стол Центрального лектория Общества знания в Новосибирске, когда участниками его становятся представители городского Рериховского общества во главе с почетным и старейшим его членом, педагогом Натальей Дмитриевной Спириной». А на радио, в адрес новой программы «Какие мы» с постоянной ее ведущей Натальей Дмитриевной Спириной, непрерывно идет поток писем. Глоток живой воды, капля янтаря в горсти песка, луч света в темном царстве, маяк в ночи – так определяют значение воскресных передач о неприходящих духовных ценностях слушателей новосибирца. В основе их творческое наследие Рерихов, великих русских подвижников духа. Тот, кому довелось побывать в познавательной атмосфере ее бесед, лекций, музыкально-поэтических импровизаций, ощутил этот исходящий от нее свет, ровный внутренний огонь, от которого, кажется, зажигается вдохновением все окружающее. Хрупкое, в белой дымке волос, с озаренным лицом, присущим светлым и бодрым духом, хранительница основ знания бережно и ненавязчиво поднимает присутствующих к вершинам духа. Свидетельств таких множество, когда-то мы их все опубликуем. Приведем фразы из писем москвича Марка Александровича Макульского, доктора физико-математических наук. В конце 1980-х он был директором Института молекулярной генетики. Дорогая Наталья Дмитриевна, перебирая в памяти дни моей жизни, я каждый раз убеждаюсь, что вы сыграли в ней важную роль, хотя длительность наших контактов была невелика. Спасибо вам. В этой нашей сегодняшней деятельности, действительности, простите, так много невеселого, что было бы легко потерять всякий оптимизм. Но, дорогая Наталья Дмитриевна, ваш пример помогает всем, кто вас знает, не утратить веру в победу света и добра. Храни вас Бог. В добавлении скажем, что Марк Александрович в 2012 году был нашим гостем. Теплые и добрые отношения длятся с ним до настоящего времени. Он является почетным членом Новосибирского музея Рериха. Ну, а теперь наше сегодня, 21 век. Мы подошли к дате столетия учения. За годы работы обоих музеев Рериха, созданных Сибровно в Сибирске и на Алтае, общее количество посетителей превысило 200 700 человек. Многое приходится слышать от гостей музеев до настоящего времени. Не раз нам предлагалось рассмотреть проекты для совместного осуществления. Это и строительство города будущего, и организация некоего общинного поселения, и создание научного центра по изучению огней йоги, и строительство нового музея семьи Рерихов на Алтае и так далее. Наша ответная реакция вызывала и вызывает немало критических оценок по поводу нашего якобы недопонимания идущего процесса переустройства мира. Мы подошли к вопросу. Поскольку учение дано на тысячелетие, что является первоочередным в настоящий отрезок времени для тех, кто положил его в основу своего мировоззрения. Из всего океана учения, которое Наталья Дмитриевна глубоко изучала, начиная с 1941 года, она выделила самое необходимое, соответствующее данному моменту. Она подчеркивала, что сейчас наиболее актуален не энергетический, не космический, не эзотерический, а именно этический аспект учения живой этики, то есть совершенствование себя для решения задач общего блага. В центре внимания руководителя Сибро всегда была задача, которая в учении обозначена фразой «Без общины земля жить не может». Она рассматривает ее в ряде выступлений на круглых столах, часто затрагивает эту тему в беседах, подчеркивая, что община – понятие настолько важное и существенное, что без осознания его мы не сможем продвигаться дальше. Община указана как принцип жизни на земле. Понятие «общины» у Натальи Дмитриевны неразрывно связано с именем преподобного Сергия. «Грядущий век, – говорила она, – век наступающей мировой общины». Сергий был великим общинником, явившим нам пример, каким таковой должен быть. Он строил общину не только духовно, но и материально, буквально своими руками. Уйдя в глухие леса, где обитали одни звери, он создал общинную обитель, просиявшую светом на всю Россию. Добавим из записей Бориса Николаевича Абрамова. «Неверно называть лавру его времени монастырем, точнее считать ее трудовой общиной, трудовой коммуной, ибо в основе ее лежал труд». К созданию заповеданной нам общины Наталья Дмитриевна приступает через строительство музея. Отметим, что создание музея было обозначено учителем, когда и Борис Николаевич, и Наталья Дмитриевна были еще в Харбине. За год до отъезда на родину Абрамов получает такое сообщение. «Для сада моего почва должна быть подготовлена хорошо. Цель всех заданий одна – к приходу людей подготовить. Скоро приду. Отсюда и спешность». И вот далее. «Будет музей, и будут репродукции всех возможных размеров, начиная с открыток». Можно ли было тогда, в 1958 году, представить, что это в принципе заявление музея с репродукциями и открытками? И где такой должен появиться? С того времени проходит почти 40 лет, и в тяжелейшие для страны 1990-е годы из Новосибирска звучит призыв помочь строительству музея Рериха, который планируется создать методом народной стройки. Строили долго, трудно, но вдохновенно, и музей был построен. Наталья Дмитриевна как-то сказала, с общепринятой точки зрения это была чистая авантюра, но мы это осуществили. Неоднократно она подчеркивала и то, что музей создается по прямому указанию учителя. Позднее, уже в начале 2000-х, глядя на фотографии двух музеев Рериха в Сибири, которые висели и по сию пору висят у нее над столом, она сказала, «Музеи, в них вся моя жизнь». Наталья Дмитриевна утверждала, что предназначение музея Рериха, создаваемого Сибро, это распространение учения, но таким путем, какого пока еще не было. Музей не мертвое хранилище, это живая эволюционная работа над раскрытием и воплощением идеи учения живой этики. На это должны быть направлены все усилия сотрудников, какие бы формы работы ими не использовались. Музей должен стать оплотом учения живой этики. Еще одно выражение ее. Мы строим музей, а музей строит нас. Эти процессы шли одновременно. Вот в связи с этой фразой вспомним вот о чем. Задолго до строительства музея Наталья Дмитриевна обсуждала вопрос его создания с Павлом Федоровичем Беликовым. И в своем письме от 19 декабря 1974 года Павел Федорович писал. Обратимся к примеру НК. Нью-Йоркский музей начался с одной комнаты, вырос до небоскреба. Однако самое основное для работы человеческий материал оказался недостаточно твердым. Небоскреб ушел, став проверкой и отбором истинных сотрудников. Через многое пришлось пройти и в Сибро. Были несогласия, которые заканчивались уходом из общества отдельных сотрудников, бывших в нем с самого основания. приходили другие. Кто-то оставался, кто-то уходил. Неизменными оставались принципы, заложенные Натальей Дмитриевной. В середине 1990-х годов по ее предложению Сибро меняет форму управления и руководящим органом становится Совет. Реакция других рериховских обществ была разной. Слишком непривычно это было. Отвечая на вопросы, Наталья Дмитриевна говорила, нам ведь заповедана община, а не гегемония и не руководство кого-то одного. Это ни в коем случае не администрация. Я совершенно не признаю единоличного чего-то. Община для меня самое дорогое понятие. Это благодаря преемственности от Бориса Николаевича. То, что я от него почерпнула, я стараюсь нести дальше. Без него я тоже была бы не такая, какая сейчас есть. Так же, как он, был бы не такой без рериха, с которым он в храбине встретился. Был бы не такой, если бы не переписывался с Еленой Ивановной. Все это преемственность. Мы объединяемся не только между собой, но и с городами, а потом, когда-нибудь и вся планета будет объединена под знаком живой этики. И к этому все идет. К этому даны книги учения. На это указывают учителя. Перед нами величайший образец общины гималайской. И нам указано тоже учиться этому. Более того, Наталья Дмитриевна указывала на такие невообразимо далекие перспективы, которые нам пока и представить невозможно. Она говорила, что в будущем Земля должна войти в космическую общину, объединяющую многие дальние, высокоразвитые миры, откуда Земле и была протянута рука помощи. Мы подошли к следующему важнейшему понятию – сотрудничество. В одном из своих писем Елена Ивановна Рерих сказала, «Лишь явление нового сознания может спасти мир от гибели. Сознание, в основу свою, полагающее великое сотрудничество, написав слово «сотрудничество», все слово за главными буквами». Главным делом всей своей жизни Наталья Дмитриевна считала внесение в обиход понятие сотрудничества во всей его жизненности и применимости. Она утверждала, что не каждое объединение уже есть сотрудничество, ведущее к общине, но лишь такое, где двое или трое собрались во имя Высшего. Только такое объединение способно мощно двигать вперед. Как истинный учитель она никогда не называла себя учителем и не позволяла нам так называть ее. «Мы все сотрудники», говорила Наталья Дмитриевна, «отдавшие всю себя без остатка служению». С безграничным терпением она годы и годы воспитывала сотрудников, вкладывая в это все сердце и стараясь достучаться до каждого, кто способен был понять основное, в чем должна заключаться и как строится деятельность Сибро и каждого его члена вне зависимости от меняющихся внешних условий. В 2002 году, за два года до ухода, ее ухода, в беседе с нами Наталья Дмитриевна в ответ на слова нашей благодарности за ее веру в нас ответила «Верю, твердо верю». Очень многие помогали строительству музеев Новосибирского и Алтайского, приезжая и принимая непосредственное участие в работах, помогая другими способами. Руководитель Сибро говорила, наше сотрудничество, наше содружество мы представляем как монолит-многогранник, и чем больше грани, тем он богаче, тем больше возможностей притягивает, тем больше он сверкает, больше дает людям, и каждый что-то свое вносит, и каждый приветствуется, как еще одна грань. Надо гореть. Помните слова Маяковского светить и никаких гвоздей, вот лозунг Мой и Солнце. Когда все вместе это сила, это мощь, что нам злато-серебро, мы единое сибро. Она очень любила эту фразу, часто повторяла ее и попросила прикрепить над входом в музей. В 1990-х годах в отдельных рейховских изданиях началось муссирование вопроса об иерархии среди существующих организаций. Реакция Натальи Дмитриевны была такова. Мы все последователи в той или иной мере. То, что дается через иерархию света книги учения, мы стараемся изучать, применять. Но мы все не иерархи. Это высочайшие понятия. А мы стараемся насколько можем сотрудничать. Если мы сотрудники, то это уже великая честь, великая слава. Хотя, может быть, кому-то и хотелось бы это присвоить, но это уже будет самозванство. она неоднократно подчеркивала, что мы только в начале пути изучения океана мудрости, содержащегося в книгах живой этики. Ее слова. Применение учения есть путь жизни, единственно возможный на земле. Теперь без учения не прожить. Хаос политический, психологический и в природе. жизнь стала очень сложной. Без этого компаса мы можем заблудиться. Даже люди, знакомые с живой этикой, забывают, для чего они здесь. Я знаю, какая у меня трудная задача, но меня очень вдохновили слова великого владыки. Яро помогу ей в моей стране. И это и обязывает, и вдохновляет. Нельзя не отметить, сколько сделано Натальей Дмитриевной для утверждения записей Бориса Николаевича Абрамова. Ведь первый том серии книг «Грани огни йоги» вышел в 1993 году. Это было время, когда на прилавке книжных магазинов хлынула лавина текстов от лиц, абсолютно уверенных в том, что они контактируют с высшими силами. Спокойно и твердо Наталья Дмитриевна отвечала, что любые сравнения с Борисом Николаевичем Абрамовым бессмысленны. Записи ее духовного учителя – это восприятие высокого медиатора, проводника, чистоту провода которого подтвердила Елена Ивановна Рерих. Играни огни-йоги – это спутники учения, объясняющие многие его положения, но не его продолжения, как пытались представить некоторые. В редчайших случаях она говорила о том, что касалось ее связи с высшим. Вот был такой пример. Слова не пишутся на заранее заданную тему, они записываются, и часто рука едва поспевает за потоком идущей мысли. А совсем недавно нам стало известно письмо Бориса Николаевича Абрамова к Елене Ивану Нерерих от 25 февраля 1951 года, в котором он пишет. Относительно Натальи Дмитриевны могу вас порадовать. Как вы о ней говорили, так и получилось. И ее новая способность растет прямо на глазах. Есть чем вас порадовать. Замечательно у нее получается. Ходит счастливая с переполненным сердцем и понимает всю серьезность своего счастья. И в завершение говорить о Наталье Дмитриевне и не упомянуть поэзию невозможно. Она стала поэтом, впервые сказавшим о высшем мире, как о великой реальности, к которой мы можем не только прикоснуться, но и стать ее сотрудниками. День рождения Натальи Дмитриевны 4 мая был учрежден как день рериховской поэзии. Она настойчиво призывала всех к написанию стихов, утверждая, что должна быть в Сибро своя рериховская поэзия. И отклик был. Приведем несколько примеров, как пишут сибровские поэты, ее питомцы. Очень непростым был для нас 2006 год. До предела осложнилась ситуация, связанная с музеем на Алтае. Это можно обозначить одним предложением. Шла борьба за то, чтобы музею быть. И в этот момент к работающим там сотрудникам из Новосибирского музея прилетели строки, давшие такой приток новых сил, о котором мы помним до сих пор. Поле боя оставить нельзя. Безнадежность момента лишь мая. Нужно все силы духа собрать и идти напролом тьму сражая. Наша вера в победу над злом, устремление ярое к свету, несломимую стойкость дает. Мы идем и за нами победа. А вот так в поэтической форме сибровцы говорят о том, без чего не может быть восхождение духа. Преодолеть себя во что бы то ни стало, победа или смерть, иной дороги нет. И если для борьбы с то жизней будет мало, пусть это не смутит взыскующего свет. В последнее время нам нередко приходится напоминать нашим оппонентам. Нас воспитали не играть в слова святые, святое нас учили защищать. И эти принципы заложены простые в науку строить, жить и побеждать. Закончим разговор о бесконечно дорогом для нас человеке нашим коллективным обращением к ней. Ваш утонченный облик, взгляд и слово роднее их на свете не найти. Позвольте же встречаться с вами снова на этом нескончаемом пути. Спасибо. ! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры